От Луки, 5 глава. В один день, когда он учил, и сидели тут парисеи и законоучители, пришедшие из всех мест Галилеи, Иудеи и из Иерусалима, пришли послушать, как учит Господь. Для них это было ведь и унижением. Другое дело, приехал какой-то профессор, вот объявляет в университете, будет профессор, в прошлом году приезжал. Люди всегда спрашивают, а что ты заканчивал? Это всегда к этому привязано. Думаю, что и тогда разговоры такие были, как он знает Писание, не учившись. Сохранилось это. Притом из разных мест. Там, где жили самаряне Галилеи, и все иудеи, и центральное место Иерусалима, самые грамотные академисты, все профессора. Здесь же говорится о событии, что привезли больного, не могли пронести, раскопали кровлю. Господь сказал, что прощаются грехи. Вот тут задело их, и очень крепко. Книжники и парисеи, которые сидели, слушали, внимали, рассуждали, говоря, кто это, который богохульствует. Но вы же сейчас и-ка слушали, удивлялись, и мгновенно переменили мнение. А мгновенно не бывает, это внутри было. Они не знали, на чем сорвать. И Господь мог бы оставить и уйти. Он умышленно создавал конфликтную ситуацию, постоянно. Разрушал свой авторитет. Потому что авторитет не нужен земной, ему нужен был небесный авторитет. Он пришел от Бога, и он равен Отцу. На меньшее Христос никак не соглашается. Кто может прощать грехи, кроме одного Бога? Этот вопрос сегодня задают люди во всем мире. Ни один миллиард. Все мусульмане, все буддисты, и все, которые не верят в Сына Божия, что Он пришел с неба, и имеют власть прощать грехи. Посмотрим, вот написано, и они сидели и рассуждали. Как они наклонялись, ты как думаешь? Как обычно? И пришли к выводу, не от Бога. Как мы рассуждаем? О чем мы рассуждаем? Не являемся ли мы теми, которые сидели, и может быть мы тоже что-то бы сидели и рассуждали? Первый раз увидели, и когда сейчас мы что-то слышим. Что нам говорит об этом Святая Библия? О рассуждении. Мы же тоже рассуждаем, что-то слышим, мировые события даже пытаемся обсуждать, ну а больше всего рассуждаем о личных делах. В первой книге Маковейска 4.44. Случилось так, что язычники захватили Иерусалим и осквернили храм, и осквернили жертвенник. На этом жертвеннике, на престоле, они вознесли свои жертвы. И когда Израиль отбил обратно все, то теперь мужи благочестивые рассуждали об оскверненном жертвеннике всесожжения. Как с ним поступить? Это вопрос, ведь в России не праздный. Сколько храмов были под разными учреждениями, и как правило они в алтарях устраивали туалеты. Это же специально все это делали. И теперь, когда храмы вернулись, что делать? Как? Ну, ясное дело, туалеты все высчислили, убрали, забетонировали, но осквернение осталось с осквернением. Но есть особая молитва. Будем говорить о другом. Главный жертвенник тела, главный наш храм. Когда он был уже у Бога посвященный, потом человек отступил и был осквернен. Вот как его теперь освящать? Апостол Павел Кевреем говорит, когда человек ругается, не почитает за святыню кровь заветом, нет жертвы за грех, и освящает нечем. Итак, я покаюсь. Не покаешься, если не будет полного, абсолютного сокрушения. И тогда решили эти камни вынести, положить в непопираемом месте и ждать, пока восстанет пророк и скажет. Ни одного во всей стране, а точнее во всем мире не нашлось, кто бы дал ответ. Что с этими камнями делать? Употребить их в дело? Закопать их? Или их обмыть, прокипятить да обратно поставить? Никто не знал, что делать. Ни один человек. А совет давать, надо его подтвердить, было писанием. Глаза пророческого не было. Похоже, так камни лежат. 2 Маковейска, 7.21. Когда казнили у одной матери семерых сыновей. Страшная картина. И как она укрепляла женскую слабость мужским духом. Сама себя убеждала. Они могли не родиться. Они могли не зачаться. И были бы несчастные роды. Чего я умираю? А сейчас, когда допрашивают, как правило, родственников арестовывают. А вот на своих глазах будем сына катить. Тогда человек на все идет, оговаривает себя, подписывает. Никогда на это не идите. Возьмите вот этот пример. К матери обращается правитель. Уже двоих изрезали. Видишь, куски валяются. Сожженные. Зловоние. Пожалей. А она каждого уговаривает. Особенно младшего. Посмеиваясь мучителю. Сын мой, иди за братьями. Я тебя там получу. Вот пример. Рассуждение женское, а дух мужеский. Она все правильно сказала. Как кормила грудью, как не досыпала ночей, как ей трудно было. На ее глазах жизнь уходит и жизнь навсегда. Вот рассуждение наше должно быть и о нашей жизни. Потому что испытания могут начаться сегодня. Даже не завтра. 2 Маковейская, 4.20 После долгого рассуждения противники согласились на переговоры. Я отношу это к собору, который был в Сан-Франциско. После долгого рассуждения. Разговоры это были, переговоры были, а идут сегодня не на равных. Ни одного условия не поставлено. Вчера знали, что это нечестие, предательство. И все пошли на это. После долгого рассуждения. И рассуждения были, и делегаты были, и все это поправили. Настолько это нехорошо, настолько непорядочно. Ну никто не хотел, что сегодня давайте объединяйтесь, и чтобы они оставались в укуменическом движении, и декларацию Сергию не предали за беню анафеми. Но не было этого. Идут на все сейчас. И думаешь, хуже, чем поступали иудеи с римлянами, когда они договаривались, как поступить. Премудрый серах 10.20 Показывает, как должны мы рассуждать. С кем советуется. Рассуждение твое, да будет с разумными. И веди беседу твою в законе Всевышнем. Вот тут мудрость. А чего рассуждать с человеком, когда он Писание не знает? Я прошу вас помнить, я занимаюсь сейчас огромной темой мусульманством. Готовлю для книги. Думаю, в 1300 лет как возникло, этого не было. Дать полный разбор, согласно Слову Божию, занимаясь Кораном. Больше половины уже заново перечитываю. Их Библия, так сказать. На все вопросы, много будет вопросов, как вот по шитьям святым было. Чтобы ничего мне не упустить. Тема, во-первых, исключительно нужная. Дальше, не освещенная никем и опасная. Чтобы нигде, никак я не покривил душой, ни от страха, ни от чего. Я ничем сейчас не занимаюсь, занимаюсь только этой темой. Это почти миллиард людей. Будет выставлено в интернет. Папа выступил, два предложения сказал, объявили смерть сразу ему. Везде искать, заплатить миллионы, что угодно. Вызвать в суд, арестовать его в Судовской Аравии. Он отменил поездку и после привез извинения. А всего привел только фразу императора Мануила II, который жил чуть не тысячу лет назад. Серахов 18.5. Говорит так. Он дал нам смысл. Проверяем, есть или нет. Язык. И глаза. И уши. И сердце для рассуждения. Он нам это дал. Сохранили мы это или нет? Господь неоднократно обращался. Кто имеет уши? Сегодня можно обратиться. Кто имеет рассуждения, рассуждай. Не имеешь, молчи. Чего ты в каждое дело суверешься, не понимаешь даже, о чем речь идет? Такие осуждения дают, как богословы. Ты молись. Я попросил тебя молиться. Ты хочешь молиться? Молись. Дальше мне придется здесь с имамом встретиться. С мулой. Я уже знаю, как это дальше будет. Когда материал будет готовый. Серахов 28.4. При трясении решета на поверхности остается ссор. Так при рассуждении человека остается его нечистота. Начинаешь говорить, вроде бы все нормально. Беседу закончил и видишь, человек не знает истинного пути. Серахов 33.21. Без рассуждения не делай ничего. Надо рассудить. Рассудить с кем-то. Сопоставить. Какие события было? Чем это заканчивалось? Серахов 39.38. Говорится о том, что без многих специальностей нам не прожить. Без кузнеца, без шофера. Все, что делается здесь. Это и строители необходимо. Но! Когда нужно выносить судебные решения, никого из них не приглашает. А должен быть адвокат. Очень высоко ставится судебная должность. Самая должна быть совестливая. А оказалась самая бессовестная. Ни о ком не выведена в словах Христа притча. И Бога не боится. Вот такая он это. Да даже говорит, хотя я и людей не стыжусь. Он сам себе уже говорит. Справедливая характеристика. А этот человек должен быть очень мудрый. Ибо судебное... Его приглашают судением. И он не рассуждает о судебных постановлениях. Не произносит оправдания или осуждения. Это люди, которые неграмотные. Чтобы проводить такие оправдания и осуждения, я отношу это опять же к собору. Должны были люди, очень хорошо знающие Писание. По Писанию-то эти разговоры почти не было. Один только вот выступ и зачитал его. И все. И не в 29-22. Он говорит. После слов моих, когда я выносил суждение о чем-то, уже не рассуждали. Речь моя капала на них. Вот так надо жить. Чтобы сказал, это люди понимали. Это конечная инстанция. Дальше идти некуда. И уже нечего рассуждать. Это в готовом виде дается. И в 30-й главе, 3-й стих. Начну мои рассуждения издалека. И воздам Создателю моему славу и справедливость. О чем бы ты ни начинал рассуждать, а всегда говори. А Бог меня вот там так благословил. А вот здесь-то вот так-то. А вот здесь так. Я вот сегодня уже подсчитал количество букв, сколько в Коране. Меньше на 100 тысяч, чем в Новом Завете. Всего лишь. Отсюда делайте вы его сколько. Значит, чтобы его прочитать, Коран полностью. Не больше 26 часов требуется. 26. А изучает его 16 лет. 16 лет. Спрашивается, что изучает? Толкование. Там такое нагромождение. И все библейское берется. Ни одного правильного библейского слова нет. Там повторяется Аврам 20 раз. Ну, все сколько. 2200 с лишним раз повторяется слово Аллах на каждом шагу. Это мы не можем спорить. Но библейское мы можем сравнить. Ни одного места нет правильно. Он все брал на слух. Видимо, совершенно неграмотный был. Писали другим. А где от кого слышал? Притом встречался только с юридиками. Манисеи были. Он среди них жил. Что интересно, большая советская энциклопедия подробно об этом описывает. Что он собрал все. И среди еврейских поселений жил. И неправоверные иудеи. А у них тоже свои юридики и сектанты евреи. И он от них поднабрался. А во время припадков, он припадочный был. Его посвящали вот эти видения. И дальше он говорит. И откровение как от Бога. Это впервые такое прозвучало. Прямо записано. Кто не принимает веру, значит. Веру мы троицу признаем. Это многобожники. Три Бога не может быть. У Бога ребенка не может быть. Потом выносят смерть. Он завоевывает. Или принимает и смерть. Распространение только кинжалом было. Убеждения вообще никакого нет. Убийство сплошное. Кто это придумал? Вот это толковать не о чем. Псалом 72.15. Он говорит так. Многие люди живут хорошо в этом мире, а в Бога не верят. И я подумал, так не напрасно ли я каждый день молился, ощущал совесть свою, мучился, за каждое слово себя испытывал, наказывал. Так не напрасно ли я ощущал себя? Он говорит, но если бы я стал рассуждать так, то я виновен был бы перед родом сынов твоих. Так рассуждать не годится. А они получают свое в жизни. И все это законно. И Бог допускает. Мы-то ведь не ради царства земного это все делаем. Мы не можем так рассуждать. Если я верующий, должен жить лучше, чем они. И со мной что-то лучше будет. Хотя у нас все лучше. Тут и говорить не надо. Дружба, любовь, милость Божия. Псалом 142.5 Размышляю о всех делах твоих, рассуждаю о делах рук твоих, Господи. Вот о чем нужно научиться рассуждать. И о погоде ты говоришь от Бога, события какие от Бога, домашние дела от Бога. Что-то делаешь, добиваешься, а потом остановишься, Господи. То не случайно это препятствие. Проходит какое-то время, а ведь не надо совсем этого. И как хорошо, что ты не дал Господи. Как я благодарен должен. Начну рассуждать издалека. Упомяну о милости Господи. Исайя 32.4 И сердце легкомысленных будет уметь рассуждать. Почему? Потому что косноязычные заговорят ясно, когда Дух Божий посетит человека. Мудрость даст. Рассуждения будут. Марка 8.16 Ученики, идя между собой, рассуждали о чем? Кто старше? А Господь их остановил. Они не понимали. Об этом рассуждать не надо. Марка 9.33 Он спросил их также, о чем вы рассуждали, идя дорогою? Лука 12.4.17 О богатом человеке, который вообще советников не имел один, ночью и начал рассуждать. И рассуждал сам с собой вот так. Вот. Как сохранить заработанное? И дальше рассуждался до того, что прогневал Бога, и в эту же ночь Бог отнял жизнь. Как на Мухадоносор. Стал рассуждать. Это мое величие, мое знание, моя грамота, моя породистость позволили такой город построить. И Бог говорит, сегодняшний день на четвереньках будешь ходить. Все. Одежду долой и ходи. И вот так и считали за одного из зверей. Рассуждать надо о Боге. И как бы трудно ни было, всегда говори, ты любишь меня, сверх сил не посылаешь. Благодарю тебя. И что ты мне дал? Да буду ли я об этом думать? Да был бы этот богач, он живой, я думаю, по соседству. Я бы к нему сегодня пришел. Ты не знаешь, куда деньги дай мне? Дал бы он или нет? Я сказал бы, жизнь твоя сохранится. Я же бы тебя помолюсь. Дай мне. Мне немного надо. Я батюшке наказал. Десять тысяч привези, мне хватит. Лука, 20 глава, 14 стих. Виноградарь, увидев идущего сына, рассуждали между собою и дали начали говорить. Беда. Рассуждать нужно всегда о делах Божьих с прицелом на суд. А что дальше будет? А вот так вот маленький промежуток рассуждает. А мы его убьем, а виноградник захватим. Правда, замыслы были. Да, царя взяли, арестовали, в подвал Ипатийский расстреляли. Ну а дальше что? Власти то и нет, а сегодня все рассматривают как акт нечеловеческой жестокости. За что врача расстреляли Боткина? Притом очень известный врач был. За что эту девушку расстреляли Демидо? За что? За что ребятишек, девчонок за что? Ни один враг не оставлял девицы, не познавши мужеского пола, всегда оставляли. Мечом вера насаждалась только в двух случаях. Это Магомед и Моисей. Больше никто, говорит, не насаждал. Ни Будда, ни Христос, ни Дау. Никто мечом не насаждал веру. Но там прямое повеление было Богу. Это-то откуда? А он оттуда взял. Деяние 4.15. Когда допрашивали апостолов, потом приказали им выйти и стали рассуждать, что нам делать с этими людьми. Мы не знаем, кто рассуждает о нас, но нас помнят. Помнят в городе, помнят в органах постоянно. Я иногда, получая известие, помнят о нас, рассуждают гепархии и даже выше. И главная задача у них, что делать? То, что с нами сделано, это явно. Этого отрицать нельзя. Деревня, лагерь, занятия, община. Никак. Что нам делать? Запретим им. У них главная задача запретить. Вот эти попытки идут намертво запретить. Смотрите, как все повторяется в университете. Везде запретить, разрушить. А мы должны слушать Бога больше, чем человека. Деяние 17.17. Павел, войдя в синагогу, рассуждал о Христе. 18.19. Войда опять в новом городе в синагогу, Павел снова с ними рассуждал о Христе. Куда едем в гости, где бываем? Ну, только об одном надо рассуждать. Ну, познакомился немного. Теперь, братья, как вы тут спасаетесь? У вас как тут? Вода возмущается в купеле? Летишь? Сходит ангел по временам. Возмущает воду? Римлян 10.2. Имеют они, говорят, ревность по Богу, но не по рассуждению. Это многих касается. Ревностная, старается, и как бы за Бога, а никакого рассуждения. Совершенно нет. Я вот сравниваю сейчас с мусульманами, где мы немного от них отличаемся. Ну, я имею в виду православие. И кроме того, по жестокости, может, даже и превосходили, и при том не один раз. Им брать пример-то нескому. Одни эти крестовые походы, вот эти на войне, этот Ермолов, что делал, вот эта Чечня. Мы не показали примера. Я не просто хочу показать, а увидеть самих себя через эту книгу. Почему он возник? Почему он решил так поступать? Это все на основании Слова Божия и новейшей истории. Это совершенно новый подход. При том, я буду большие выдержки брать из Корана. Какая сура, какая аята, это глава и стих. Большие выдержки, очень большие. Это новая будет, очень большая. Это том 18-й уже будет. 17-й у меня, считай, уже проходит. Тем более, я хотел сегодня, чтобы вы поблагодарили со мной Господа. Сегодня 21 октября. Ровно 5 лет, как я сел за компьютер. 5 лет назад, примерно в 10 утра, загуляя в Агайле, показала мне, как включать в компьютер розетку. Ни разу, ни одну минуту я не сидел. Закончено у меня ровно 25 книг. Разделить на 5, это 5 книг. Это что-то. И Господь благословил, и есть о чем порассуждать и видеть. А это уже за пределы этого выходит. Будет что еще или нет, как Бог даст. 5 лет. Более 20 тысяч часов я просидел за компьютером. Вот сегодня я пошел сюда, ровно 10 часов я уже за компьютером сегодня. Так это еще только. После обеда я сейчас приду, у меня впереди еще может часа 4 быть. Ровно 10 часов я отдал сегодня. Мне не за что Бога поблагодарить. Видите, я еще читаю. Чудо Божье. Первое Коринфянам 9.8. Павел говорит, по человеческому ли рассуждению я только говорю, не то же ли говорит и закон. Когда мы говорим, мы о людях могут спрашивать, а почему так говоришь? Говоришь, не по человеческому рассуждению. И сразу раз, выдержку из Писания, Павел привел и все замолкал. Вот в чем сила его. Мусульмане, оказывается, никого так не ненавидят, как апостола Павла. Для меня это тоже было мое. Как с ними беседовать, мне пришла книга, беседовать. И не просто как, человек теоретически 30 лет проработал с ними. Вот были в Киргизии, у них так, если кто-то обратился, все силы бросает, вырезает всю семью. Ни одного, ни одной общины нет. В Афганистане, в Пакистане, нигде. Ну, ясно, человек убийца и ложь кто? Вообще никак. Виуреев, патриарх православный, у них этого нигде нет. Но помаленьку, через жертву начинает что-то доходить. Говорят, ничего хорошего нет. Я нашел очень много хорошего. Забота о сиротах у них, как поставлено. Забота о бедных. Почему принимают эти люди религию? Религия плоти. По-плоцки человек сразу поднимается. Сразу материальную помощь, только прими. Прими, и все. И правила выполнять очень легко. По пунктам все расписано. Когда стоять, как молиться. Все это было обдумано. Но духовного ничего нет. У них понятия о грехе нет. О первородном грехе. И поэтому у искупителей речи нет. Они никак не могут понять. С ними беседую, всегда нужно говорить. А я подумал, более-то все православным надо говорить. Они этого ничего не знают. Ничего. Грешный, многогрешный, продолжает дальше грешить. Грешный, многогрешный, выйди из храма. И стой на улице. А если ты искупленное чадо, все закончилось. Немного грешный, а теперь святой. И живи свято. Павел ни одно послание не начинает. Пишу я коринфянам, грешным, многогрешным. Нет этого нигде. А святым, избранным, Божиим. А дальше, говорит, у вас такой грех, которого у язычников не слыхать. Так это отдельно. Один попался человек. А вся эта церковь-то освященная. 1 Коринфянам 11, 29, и говорит, многие больные, потому что не рассуждают о теле Господнем. Нам надо научиться рассуждать. Я принимаю тело во мое искупление. И я уже не свой, я его. Я соединяюсь с ним. Это тело раздираемое было на Голговском кресте. Его кровь за меня. Рассуждать научиться. Что такое причастие? Не просто время поста пришло, ладно, к батюшке схожу на искупление, а завтра уже причащусь. Рассуждать, какой ценой мы куплены. Что Бог от нас хочет. 1 Коринфянам 13, 11. Когда я был младенцем, то по-младенчески рассуждал. Павел, конечно, говорил не о возрасте, а о духовном. И не надо никогда ссылаться на то, что мы не знаем. Мы маловерующие. Мы все должны быть уже взрослые по уму и рассуждать по-взрослому. То, что я вам говорю, если по сердцу, помолитесь. Нет, значит, мои слова прошли мимо. Я прошу благословения на большой труд и благодарность за то, что Господь уже позволил сделать труд. Аминь. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...